Всем привет! 21 ноября прошла презентация нового сезона Solar Raid, где нам рассказали о всех нововведениях, которые стоит ожидать в заключительном сезоне этого года. Последние месяца инсайдеры подогревали нас тоннами информации о грядущем сезоне, и вот наконец пришло время разобрать все по полочкам. Как говорили инсайдеры и, собственно, как сказали сами разработчики на презентации, это самое крупное обновление в истории. Начнем с того, что в игре появляется новый отряд Ghost Eyes под предводительством Кавейры, специализирующийся на скрытности и разведке. Также этот отряд пополняет новый оперативник Solis. Скорее всего, с выходом нового сезона стоит ожидать трейлер, посвященный данному отряду. Что же представляет из себя новый оперативник Solis? Так как я лично еще не играл на нем и нужно погонять на тестовом сервере, поэтому отдельное видео выйдет чуть позже, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. Сейчас же мы по нему пробежимся в общих чертах. Разработчики пытались выделить и акцентировать внимание игроков на новом гаджете. В дизайне использовалась смесь гаджета Шакала и Нёк, а если быть точнее, то специальный визор на голове и перчатка, при помощи которой визор управляется. Сам шлем и оснащение выглядят довольно футуристично, особенно специальные антенки, торчащие по бокам, которые поднимаются при активации и опускаются при отключении способности. В остальном же Solis старались сделать более сдержанным в милитаре стиле. Вообще, данный визор – это, по сути, очки дополненной реальности, которые сейчас, кстати, начали активно эксплуатировать в военном ремесле. Собственно, по этой причине визор из прозрачного превращается в закрытый при активации. Браслет на руке проектирует 3D-управление, ну а, собственно, перчатка позволяет всем этим управлять. Разработчики не скрывают то, что это IQ для обороны. С выходом все большего числа электронных гаджетов в атаке, разработчики решили, что пора бы стороне защиты тоже обзавестись данным оперативником. Гаджеты нападающих выводятся на центральную часть экрана. Это могут быть мины, клеймор, дроны, телефоны противника, копия Яны и другие устройства команды атакующих. Только Solis видит их, но через стены и довольно на приличном расстоянии. Сверху есть полоска заряда гаджета, по ней видно, что данным гаджетом можно пользоваться довольно долгое время. Но более того, самой фишкой становится, что Solis может просканировать разом все гаджеты, находящиеся в поле действия ее визора, и отметить для всей команды. К сожалению, разгрузка Solis не сказать, что прям очень хорошая. Есть неплохой P90 и отвратительный дробовик ИТ-12Л. Во второстепенном слоте отличный СМГ-11. На момент презентации второстепенными гаджетами является бульдпруф-камера и импакт гранаты. Сама же Solis представляет из себя оперативника с двумя единицами скорости и брони. К сожалению, на историю про 4 скорости пока активен гаджет, судя по всему, разработчики так и не решились. А жаль, было бы интересно посмотреть. Но может быть они решили оставить это на другого оперативника. Новая карта. Один из исследовательских центров ЧВК Найтхевен. Как отмечают разработчики, это очень чистая карта даже снаружи, пропитанная духом корпоратов. Внутри она в основном похожа на офисное здание с некоторыми лабораторными отсеками и небольшой складской зоной в нижней части здания. Так называемый подвал на данной карте довольно маленький по площади, вмещает только одну точку обороны с бомбами. На нем же расположена пасхалка в виде анимуса. Эта пасхалка здесь неспроста, так как вы уже знаете, у нас скоро в игре появится элитный комплект ассасина на Флореса, но об этом мы поговорим когда-нибудь попозже. Этаж повыше занимает куда больше места, и там располагаются на выбор две точки обороны. И, собственно, верхний этаж тоже, как и подвал, размещает только одно место пента. Но, как рассказывают разработчики, со второго этажа есть выбег на крышу, где можно укрепить люк на этаж. Естественно, это можно будет сделать только после окончания фазы подготовки, что довольно рискованно. Создавая эту карту, разработчики уделили очень много времени освещению, чтобы у игроков не было проблем с идентификацией врага. Новая карта с выходом нового сезона будет помещена во все режимы, а в рейтинговом пуле она заменит карту Фавелла. Также одним из нововведений станет то, что разработчики запретят банить новую карту в течение нового сезона. Как они пришли к этому решению, пообещали рассказать позже в дизайнерских заметках. От себя же хочу сказать, что не очень приветствую подобное решение, как и повышенный шанс выпадения стадиона Браво в Банпике. Да, многие банят новое просто потому, что оно новое, но зачастую, как в том же случае с Браво, карту банят просто потому, что она говно откровенное, созданное для ивента, но никак не для соревновательного режима. И быть может, если выпускать хорошие карты, их и банить никто так часто не будет. Одной из главных фич нового сезона это долгожданная кросс-платформа и кросс-прогресс. Кросс-платформа распространяется только на консоли, то есть пользователи Xbox могут соревноваться с игроками PlayStation и наоборот, что существенно повлияет на очередь в матчах и сократит время ожидания в лобби. Данную функцию можно будет отключить в настройках игры и более того, в игре будут распространяться средства коммуникации в виде голосового и текстового чата между платформами, который тоже можно будет выключить за ненадобностью. Пока же в свою очередь, как и раньше, имеет кросс-платформу с облачными сервисами, но в связи с тем, что один из них умер, а именно стадия, у нас осталась кросс-платформа только с луна от Амазон. Но самым главным праздником станет кросс-прогресс для тех людей, кто давно хочет сменить платформу или уже сменил, похоронив свой ранний аккаунт. Вы сможете объединить свой ПК-аккаунт с консольным. Различные настройки, обвесы останутся привязанными к конкретной платформе, но оперативники, скины и остальные плюшки станут общими на эти аккаунты. То есть вы сможете пользоваться ими на любой платформе и более того, вы сможете перенести донат-валюту со старых аккаунтов. А точнее, после привязки она объединится в один кошелек, который вы сможете использовать на любой из платформ. Так что если кто-то давно перешел с консоли на ПК и там остался аккаунт со скинами, который уже не купить и донат-валютой, то можете начинать вспоминать его логин и пароль. Так как Юбисофт скоро опубликует подробную инструкцию, как вернуть все данные. Эта новость приятная, как найти сотку в старой куртке. Система репутации выйдет в бета-версии и будет развиваться в дальнейшем. В данном сезоне репутация будет разделена на категории. Система репутации будет отслеживать ваши действия и на основе их выдавать определенную категорию. Если же ваш аккаунт попадает в негативные категории, на вас будут накладываться различные штрафы. Пока тестируется только три вида штрафов. Это перманентная метка реверсивного огня, которая накладывается на вас в течение определенного количества матчей. Отключение тестового чата и отключение голосового чата. Данную систему планируют дорабатывать в течение восьмого года и пополнять различными условиями. Ограничение на очки славы и альфа пакета. Если же вы будете примерным игроком и ваша репутация будет расти, то игра будет поощрять ваше поведение различными наградами в виде альфа пакетов, очков славы и какими-то специальными дропсами. Разработчики отмечают, что данная система репутации влияет и работает не только на основном клиенте игры, но и на тестовом сервере. То есть она распространяется на весь аккаунт. Если вы начнете вредить игрокам на тестовом билде, то получите штрафы и на основной аккаунт. Также разработчики поделились статистикой и воздействием данных санкций на игроков. Как они утверждают, что с вводом перманентной реверсированной метки тенденция тимкилов сократилась на 10% всего за один сезон. Помимо этого разработчики уберут френдли фаер на время стадии подготовки. Теперь вы не сможете навредить кому-либо из своей команды за это время. Урон от импактов, создавая ротейты, случайные прострелы при создании чего-либо на сайте, больше не смогут навредить вам и вашей команде. Также в избежании случайных тимкилов. В целом данное нововведение приветствуется, жалко только теперь не сможем дроном забатить на тимкил. Но это такая незначительная плата за комфортную игру. Еще одной из главных новостей стала эта борьба с читерами. Разработчики не раскрывают всех особенностей обновления, но один из инсайдеров поделился информацией о том, как Ubisoft собираются бороться с читерами на протяжении следующих лет. Как пишет инсайдер, Ubisoft решилась на грубый шаг в борьбе с читерами. И он таков. Каждые несколько часов обновлять клиент игры. Разработчики читов не будут успевать адаптироваться, их читы окажутся бесполезными. Причем игроки обновлений не почувствуют. Выходить из игры каждые 2 часа не надо. Или проводить какие-либо обновления тоже не нужно. По сути в игре будет меняться какая-то мелочь, изменяя версию игры. Некоторые лазейки у читеров конечно останутся, но это будет очень дорогое удовольствие. Автоматизировать обновление читов под обновление игры тоже не получится. Но данное нововведение вызвало и негодование сотрудников Ubisoft. Скорее всего билды создаются вручную. Это значит, что разработчикам заранее пришлось создать множество версий. А теперь они их выкатывают, взаимозаменяя каждые 2 часа. С одной стороны это действительно большая проблема, но возможно Ubisoft додумается, как автоматизировать данный процесс. И сможет применять данную технологию не только на осаде, но и в дальнейшем. Тем более, что они готовят к релизу много условно-бесплатных проектов. Да и в целом, если данная хитрость выгорит, подобные изобретения могут позаимствовать и другие компании. Новая система рейтингового подбора, она же ранки 2.0. Сейчас для подбора и повышения ранга используется один показатель. Это ваш ММР. С выходом нового сезона разработчики разделят его на два показателя. Ваш навык и ранг. Навык, он же ММР, будет скрыт от игрока. И матчи, как и прежде, будут подбирать по нему вам подходящих игроков. Сама лестница рангов будет глобально переработана и получит куда больше ступеней в каждом дивизионе. То есть сброс произойдет только на ранговой лестнице до 0 очков, а не ММР. В каждом дивизионе будет по 5 рангов. К примеру, серебро 5, 4, 3, 2, 1, потом также золото и так далее. Разница между каждым рангом будет составлять 100 очков. Поднимать по ранговой лестнице вы будете параллельно, а не вместо ММР лестницы. Также будет добавлена система щита, которая поможет вам удержать именно ранг при понижении или лустрике. То есть, обнув условную платину, при проигрыше вы уже не слетите на золото. Более того, с повышением рангов вы будете получать не только брелок за наивысший ранг, но и за все предыдущие, которые смогли преодолеть. А за каждый ранг в каждом из дивизиона вы будете получать дополнительные награды в виде альфа-паков и остальной косметики. Так, поднимаясь по ранговой системе, вы сможете получить до 5 наград за 1 дивизион. Еще стоит отметить, что в игру вводят новый ранг Эмиральд, который займет место между Платиной и Алмазом. Но и это еще не все. Разработчики убирают ограничения отряда, которые действуют сейчас при посещении рейтингового пола карт. Напомню, что сейчас оно составляет 1000 ММР. Но также они сказали, что представят для подбора сбалансированных команд новую систему подбора по скрытому ММР. Как конкретно она будет работать, пока не разъясняется. Возможно, о ней более подробно расскажут в ближайших дизайнерских заметках. Помимо этого, они будут собирать отзывы игроков для совершенствования рейтинговой системы в дальнейшем. Новый Battle Pass. Теперь он получит отдельную вкладку в главном меню наравне с реплеями и разделом оперативников. Сам он представляет тактическую карту с различными переплетающимися дорожками, на которых расположены награды. В процессе прогресса вы сможете выбирать, в каком направлении двигаться, чтобы быстрее добраться до интересующей вас награды. Повышая уровень Battle Pass, вы будете получать токены, при помощи которых и будете забирать награды. Для обладателей премиального Battle Pass все так же действуют дополнительные плюшки в виде раннего доступа к новому оперативнику, плюс 30% опыта для боевого пропуска, скидку на весь игровой магазин в размере 10% и эксклюзивную косметику. С каждым новым сезоном карта боевого пропуска будет меняться и пополняться различными гаджетами на поле, как сейчас представлено в виде баррикады, с которой нам предстоит взаимодействовать. Также Battle Pass теперь будут наполнять скины для дронов. Для тех, кто не в курсе, теперь их тоже можно будет кастомизировать, и в специальном меню появится соответствующая вкладка скинов для них. Помимо Battle Pass, скины для дронов также будут появляться на различных ивентах и в наборах магазина. Что касаемо балансировки оперативников. Из-за того, что оперативники с тремя единицами скорости пользуются значительно большей популярностью среди игроков, разработчики хотят уравнять их шансы в перестрелках. Теперь во время прицеливания все оперативники будут иметь одну единицу скорости, независимо от персонажа. В связи с этим произошли и некоторые другие изменения конкретных оперативников в соотношении скорость броня. Так, Сенс получит 3 единицы скорости и 1 брони. А Докебе стала из оперативника 2.2 в 3.1. А СА наоборот получит из 2.2 3 единицы брони и 1 скорость. Что в целом вполне логичное изменение, если вдаваться в подробности. Но как мы знаем, из недавних утечек это не весь список оперативников, кого затронуло данное изменение. Оно гораздо шире, но пока об этом официально ничего не сказано, поэтому поговорим об этом уже по факту на ТТС. Еще одно очень удобное изменение. Если вы помните, относительно недавно разработчики убрали возможность переключения огня для автоматического оружия. То есть вы могли выбирать, как стрелять очередями или тапать по одному патрону при зажиме клавиши. Эта функция вернется с новым сезоном, но уже не для оружия, а для гаджетов определенных оперативников. Например, такие как Капитао и Зофия. Вы сможете заранее переключать режим гранат или стрел, не доставая сам гаджет. Что является очень удобной фишкой и сможет спасти вашу жизнь в нужный момент. Еще одно из изменений коснется дрона. В при движении, используя боковые клавиши, дрон сильно замедляется и может потерять скорости до 33% в зависимости от угла поворота. Теперь разработчики снимают данные ограничения и дрон больше не будет терять скорости, что позволит вам лучше маневрировать и уходить от преследования защитников на той же стадии подготовки. Это касается не только разведдронов, но и юкай дрон эхо, дрон флоросов и остальные гаджетов. Еще одно изменение, которое больше ориентировано на новичков. Теперь, когда вы сбрасываете деактиватор или вашего тиммейта убили, обронив коробку, у вас на интерфейсе больше не будут пропадать индикаторы бомб. То есть, независимо от ситуации, вы всегда будете знать, где находятся точки обороны противника. Стрельбище тоже не стоит на месте и получает постоянное обновление. Теперь, когда вы используете табуляции, вы будете видеть все ваши показатели, отстреленные в тире. Оружие, которое вы использовали и его обвесы, все попадания и характеристики каждого из стволов, что позволит вам быстро переключаться между результатами и проводить личный анализ. Все гаджеты получат кастомные цвета индикатора. Сейчас вы можете выбирать в настройках игры цвета команд. Доступны их три, красный, синий и оранжевый. В зависимости от того, какие цвета вы будете выставлять в настройках, такие цвета будут соответствовать индикации гаджетов, вплоть до лучей от клеймора. Важно понимать, что данные изменения видите только вы и меняете только для своей игры, как и в случае с цветом прицела, что никак не влияет на других игроков. И в заключении презентации нам показали элитку на Яну, которая уже доступна для покупки внутриигровом магазине. И в целом это главное нововведение, которое показали на презентации. Выглядит довольно неплохо и насыщенно. Своими впечатлениями так и быть разрешаю поделиться в комментариях. И само собой жду ваши подписки, чтобы не пропустить полный разбор оперативника Solis. Не забывайте залетать на стримы, все ссылки есть в описании. И как всегда скоро увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова